Так сколько деревня даст зерна? Сколько скажете, ваше превосходительство? Посмотри на мои руки. На, смотри. Мозоли видишь? Какое я тебе, ваше превосходительство. Крестьянин я. Так и давай говорить, как мужик с мужиком. Сколько сможете дать? Сорок корцов. Было и больше, только наши, то есть, темерцы, раньше уже забрали и... Дадите 30, уже хорошо. Ну, по рукам. Скоро жду транспорт. Благодарю. Покорнейшим благодарю. Кроме старосты, я вызывал только кузнеца Вилли. Краснолюда. Ты для него высоковат. В логике тебе не откажешь. Геральт из Ривии, ведьмак. Вадгерм. Понятно, почему я не слышал шагов. Чего надо? Янифер из Венгерберга. Куда она поехала? Это военная тайна. Все еще не выставил меня за дверь, не позвал караул. Значит, у тебя есть предложение. Тут в окрестностях завелся Грифон. Убей его. Тогда посмотрим, что можно сделать. По рукам. Но прежде чем я начну, пару вопросов. Ты знаешь, где у Грифона логово? Сперва он держался возле лисьего бора. Я послал туда патруль пятерых молодых ребят. Два дня спустя их нашел охотник. Я бы их не узнал, если бы не бляхи. С тех пор Грифон нападает, где попало. В деревне, в полях, на тракте. Значит, он бросил логово. Придется ставить ловушку. Судя по твоему тону, это будет непросто. Чего тебе нужно? Для приманки мне нужна одна травка, крушина. Грифон почует ее запах за десять миль. Крушина? Впервые слышал. Но я еще не слишком хорошо говорю на всеобщем. Да, наверное, сперва ты выучил основные выражения. Руки вверх, вздернуть. Нет, сперва были поговорки. Например, не играй с огнем. Загляни к Тамире. Это травница. Живет на распуте, и она тебе поможет. Мне нужно больше сведений об этой твари. Какого она пола, почему бросила логово? Может, тебе очевидцев привезти? Они скажут не больше того, что я уже знаю. Надо осмотреть место, где погибли твои люди. Как звали охотника, который их нашел? Мыслов. У него хата к югу от деревни, у самого леса. Полезный человек. Хотя и... странный. Тамира и Мыслов. Спасибо. Эс зон в яхту. Я не мешаю? Наоборот. Передай-ка мне двоигрот. Это такой... красный цветок. Ну-ну. Вижу, что говорю со знатоком. Это сильно сказано. Но кое-что я в травах понимаю. Например, что двоигрот ядовит. В больших дозах. В маленьких он притупляет боль и вызывает приятные сны. Это все, что я могу для нее сделать. Это Грифон ее подрал? Лину? Да. Напал, когда она шла ночью через лес. Ночью через лес? В военное время? На свидание бежала. Молодые известны из-за любви на любую глупость готовы. Раны затягиваются, но она все равно умрет. Кровь у нее под черепом собирается. С этим мои эликсиры ничего не сделают. Я мог бы попробовать ей помочь. Ласточка лечит внутренние кровотечения. Но? Ведьмачьи эликсиры не годятся для людей. Она все равно умрет. Да. Тихой смертью под действием твоих сонных трав. А если я дам ей ласточку, и что-то пойдет не так, вся деревня будет слышать ее вой. Понимаю. Делай как знаешь. Здесь, в округе, растет крушина. Угу. На дне реки, где русло шире всего. Но ты же знаешь, что если ее вынуть из воды... Будет вонять хуже падали, я на это и рассчитываю. Я охочусь на грифоны. Крушина мне нужна для приманки. Я вот думаю. Пару лет назад под мостом завелись утопцы. Всей деревне пришлось сбрасываться, чтобы хватило на ведьмака. Так у кого же здесь хватило денег, чтобы заплатить за грифона? У капитана Петера Саара... Хер узнает как-то там еще. А-а-а. Приятно знать, что черные от всего сердца заботятся о нашем благе. Нильфгаард ценит одно порядок. Грифон его нарушает, значит, должен исчезнуть. Да. Сначала они разберутся с чудовищем, потом с людьми. Ты же не здешняя, так? Много в тебе горя. Слишком много для того, кто провел всю жизнь в хате на краю света. Верно. А ты куда-то спешишь, иначе не делал бы приманки, а подождал бы, пока Грифон снова ударит. Чувствую, у нас бы вышел интересный разговор. Может, в следующий раз. Ты, Мыслов? Шшшш. Слышишь? Волки? Хотя нет, дикие собаки. Да, они опаснее волков. Я собираюсь на охоту. Где-то нашел нильфгеарцев, которых убил Грифон. А, понял. Вы ведьмак, убийца-чудович. Это о вас в деревне говорят? Ага. Я вам покажу дорогу, конечно, но собак надо перебить, пока они ни на кого не напали. Поможете? Если вам не жаль тупить об них серебряные мечи, стало быть. Почему бы и нет? Грифон не убежит. А вот собаки могут. Так что, ступайте осторожней. Дитер. Знаешь его? Мы вместе служили у помещика. Там, где сейчас войско стоит. Он был конюшем, а я охотником при барине. Но это было до того... Давно это было. До того, как что? До того, как меня выгнали из деревни. Что ты такого сделал? Я выродок. Простите, не хочу я об этом говорить. Я тоже выродок. Да. Другого рода. Если это ликантропия, я могу помочь. Что? Ликантропия. Волколачество. Я уже помогал в таких делах. Обычно это простые проклятия, которые... Сын помещика Флориан и я любили друг друга. Дитер застал нас на конюшнях. Меня выгнали, а Флориан повесился. Барин начал пить, имение пришло в упадок. Вот и вся история. Мне очень жаль. А, что было, то прошло. Мы шли Нильфгардцев смотреть. Пойдем. Один лежал там, у пенька, без головы. Второй висел на ветке, кишки у него свисали аж до... Берегите себя. Что тут переживать? Это же Нильфгардцы. Обычные мальчишки. Только закованные в черное железо. Будьте здоровы. Самка. Личинки в ранах уже вылупились. Значит, она мертва по крайней мере неделю. Выходит, второй грифон-самец. Глубокие колотые раны по всему телу. А на когтях и клюве не следа крови. Она не защищалась. Должно быть, ее застали врасплох, пока она спала. Края клювы стерты в подшерстке седые волосы. Ей было лет 10-12. Грифоны находят пару в молодости и так на всю жизнь. Значит, самец примерно того же возраста. Жесткая кость, густое оперение. Королевский грифон. Это объясняет, почему самец, которого я встретил, был так агрессивен. Сперва он напал на Нильфгардцев здесь, в лесу. А потом начал рыскать по всей округе. Что такое? У меня две новости. Хорошая и плохая. Хорошая в том, что капитан Нильфгардского лагеря знает, где искать Йеннифер. А плохая, мы должны убить для него Грифона. Чего еще он мог попросить взамен у двоих ведьмаков? Ну, рассказывай, что ты узнал. Грифон бросил логово, так что придется делать приманку. Ну, как успехи? Крушину я нашел. В самый раз. Пахнет сильно. Скорее уж смердит. Смотри, какой нежный нашелся. Гнилое мясо, гной, мочевина. Обычные запахи деревни. Помнишь, как мы в Тритогоре на помойке охотились на Ригера? Ты потом полдня в бане отскребался. Забудешь тут. Мы как встретимся, ты это всякий раз вспоминаешь. Я кое-что разузнал. Это самец. У него было гнездо в лисьем бару. Нильфгардцы сожгли гнездо, убили самку, разбили яйца. И решили, что дело сделано. Вечно одно и то же. Нет, чтоб сразу послать за профессионалом. Все делают по-своему, а выходит только хуже. Ну хорошо, все готово. Дай только знать и примемся за работу. Больше ждать смысла нет. Пойдем посмотрим, где можно поставить ловушку. Я уже присмотрел одно место. По ту сторону речки есть такие поля и рощица. Места много. И мешаться никто не будет. Значит, там и увидимся.